Всем привет! Я уже вернулась с отпуска прошлую пятницу. Я уже третий раз пытаюсь записать это видео, что-то у меня после отпуска как-то речь не сходится воедино. Мне просто столько всего вам надо рассказать, поэтому я записала, что мне надо рассказать, чтобы не сбиваться. В общем, мой отпуск прошел просто замечательно. Это так круто. В отпуск ехать только с девочками. У нас было столько веселья, общения, мы столько смеялись. И отлично провели время, танцевали, отдыхали на солнце, сгорали. В общем, топ. Так получилось, что все выходные я провела с парнем. Так как он вчера уехал как раз в отпуск со своими мальчиками, у нас не получилось, к сожалению, в одно и то же время это сделать. Но, да, получается, что пять дней я сейчас одна, и мне как раз надо было начать писать тезис. У меня уж прям на душе так сидело, что как только в разноцебице я начну писать тезис. И вчера он уехал в 12, и я прям села, думаю, ну дай чуть-чуть начну. И я как до вечера просидела. У меня сейчас уже 16 страниц, я там кое-что поменяла, все еще раз перечитала. То есть это уже такой чистовик. И я подумала, за эти пять дней я хочу как можно больше прогресса сделать. Я буду ходить на работу и свои минимум часы выполнять. Сегодня я в 8.30 поеду на работу, так как мне надо в офис идти, компьютер обновить. И потом я вернусь домой, заработаю до двух и начну писать тезис свой. Я делаю 40 минут, делаю 5 минут отдыхаю, потом 40 минут делаю 5 минут отдыхаю, потом я делаю длинный перерыв, там 30 минут или час, если мне что-то сделать во время этого перерыва надо. И потом опять возвращаюсь к столу, я выключаю телефон, ставлю авиарежим, и я сконцентрирована. И я вчера вечером после этого решила, чтобы отдохнуть к голове, я хотела посмотреть телевизор, но потом такая, блин, я не могу даже смотреть, это вот такой бред, показывали по телеку. Мне иногда вообще для этого настроения нету. И я решила, почитаю-ка я книгу. Я уже практически ее закончила, и только скорее к концу книги в ней рассказывается весь смысл вот этого 5 утра. В общем, смысл этой книги такой, я вам вкратце расскажу, если вам читать лень, если вам интересно, можете почитать, там просто это описано в виде истории, и более так интересно. Но смысл книги в общем таков, что с 5 до 6 утра это самое такое эффективное время для того, чтобы проснуться и начать свой день. И есть рутина, которая длится час, которую он советует, что если вы, мол, это будете делать, там будет вот 66 дней, и это надо сделать для того, чтобы это вообще вошло в привычку, и вы вообще просто будете там непобедимым, суперэффективным, и все, у вас будет получаться, и вы просто, значит, суперхеро такой будете. Но я решила, что 66 дней я, конечно, делать от этого не буду. Я решила, пока вот моего парня нету, и я могу, в принципе, рано вставать и шуметь, и делать все, что я хочу. Я попробую эти 5 дней просыпаться в 5 утра, 5 дней, 5 утра, смотрю, ну, как мне вообще это подходит, нет. Я всегда на себя все тестирую, проверяю, и вот сейчас я решила, и я так, знаете, в руки взяла, и он тут прям так картинка там была, и он дошел до сути, вот это правило, которое называется 20-20-20, это, потому что он всегда говорит, есть вы будете, ну, все, начало книги там, с 5 до 6 утра, это ваше время, есть эта магическая рутина, и я такая, ну, скажи уже, что за рутина, но он так долго тянул, он где-то, сейчас я покажу, как далеко в книге он только при ней рассказывает, вот, то есть надо вот столько прочитать, и тут такая, так он тут расписал. В общем, здесь смысл такой, у вас есть 3 окна, но он их называет карманы, типа, 3 кармана времени. Первые 20 минут вы делаете интенсивный спорт, или просто двигаете тело, то есть я как только проснулась, сразу же переодела, и сразу же вышла в гостиную, на телевизоре включила воркаут, который я, ну, за вечер до этого нашла себе, который мне понравилось, это Pamela Reif, она в Германии, ну, и вообще, мне кажется, она, в принципе, очень популярна. Я сделала от неё 20 минут воркаут, потом я побежала быстренько в душ, чтобы освежиться, почистила зубы, и потом побежала сразу в свой уголок медитировать, так как второй карман — это для медитации, либо ведения журнала. И считается, что первое — это как body, второе — это как soul, потому что, ну, вы сидите наедине с собой, особенно, там, говорят, в это время, после спорта, когда вот этот адреналин вышел, что, мол, это прям очень-очень эффективно. И третий карман, он про майнд, про ум, и там советуют либо почитать книгу, послушать ваш любимый подкаст, который вас чему-то новому учит, либо, допустим, основная тема тезиса — это бренд-менеджмент. И поэтому для меня сейчас это очень актуальная тема. Может, для вас это что-то другое, даже, ну, если вы в моде заинтересованы, может, найдите какой-то сайт или какой-то журнал. 20 минут вот эти вы смогли уделить той теме, которая либо вам актуальна, либо вам очень интересна для саморазвития такого, либо просто почитать книгу. Если у вас есть какая-то книга, которую вы давно хотели почитать, вы можете вот после того, как вы позанимались спортом, медитировали 20 минут, вот с 5.40 до 6 утра можете почитать свою любимую книгу, если не вы снимаете. Я просто подумала, книга эта слишком близковна будет. Не знаю, чтобы я засыпаю от книг, но всё равно. Поэтому я просто прочитала пару статей, которые я так и так отложу для своего тезиса, чтобы настроиться, во-первых, на то, что я сейчас официально начала писать тезис. То есть вчера я сидела 8 часов. В дни, когда я работаю, я буду заниматься по 4 часа, а в дни, когда я не работаю, тогда 8 часов, то есть как полный день. Мне такое всегда помогало. Я разбиваю просто эти часы во время дня, чтобы их в целом было 8. И да, для меня очень работает. Я, может, даже отдельно сделаю видео про то, как я пишу тезис, и какие-нибудь советы для тех, кто не может концентрироваться дома. Раньше мне было очень сложно, но сейчас мне намного легче сконцентрироваться, потому что у меня теперь есть свой вот этот уголок. Раньше у меня тут стола не было, я занималась всегда в гостиной. А потом я такая смотрю, тут шкаф был, а там место было. И я такая, шкаф туда, стол сюда. Потому что, да, знаете, я как с Англией привыкла к этой раскладке, что у меня всегда есть стол и кровать. Кстати, этот стол мне очень напоминает мой стол в Англии. Он такой прикольный. И я, когда его увидела, сразу мама сказала, «Мама, смотри, как в Англии!» И она сказала, «Маша, купи!» Ну, а я и не стала ей возражать как бы. Ещё две вещи хотела сказать. Первое. Мемчик, что я забыла. На этом меме написано, кто по-английски не понимает, что, типа, иногда самое лучшее о моей работе — это то, что стул вертится. И я тогда, когда про это мем говорила, я тогда на стуле вертелась. Но я забыла его вставить, поэтому, ладно. В следующий раз постараюсь не забывать, так как я вообще очень люблю мемчики. И если я на Инстаграме что-то вижу, я всегда отмечаю всех там. Я решила сменить обстановку, просто чтобы однотонное видео не было. И последнее, что я хотела сказать, прежде чем я пойду заниматься и собираться, про веганство или веганство. Я знаю, я неправильно это говорю, но почему-то у меня в голове это просто заштамповано, это веганство. Короче, веганизм. По-английски я точно знаю, как это. Я где-то два, нет, полтора года не кушала вообще, ну, животные продукты. И потом как-то я помню этот день. Мы сидим в ресторане с девочками, и кто-то заказал салат с козьим сыром таким жареным. И, по-моему, принесли этот салат, и я такая... Он так... Знаешь, козий сыр, когда его поджаришь немножко с маслом, он так вкусно пахнет, начинает что-то таким прям пряным вкусом. Я помню, я сижу и смотрю, как она его ест, и я такая... Экскьюз ми. Мне тоже такой. И все такие... Маша. А я такая... Я думаю, я все. Я не могу. Но, знаете, я почувствовала, что просто я хотела этот козий сыр. И я ничего с ним не могла поделать. Я считаю, что самое здоровое питание до сих пор лично для меня это веганство. 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 Называйте это как хотите. Но, да, для меня животные продукты, я не считаю их полезными. Я считаю их вредными. Для меня, как бы, когда я ем рыбу, ну, тартар в виде сырую, приготовленную в любом виде, мне иногда просто пробивать на рыбу. И я, когда это кушаю, ну, как бы, я убеждаю, что для меня это как читмил. Потому что, да, я не считаю, что животные продукты должны каждый день присутствовать в моем рационе. Но, знаете, жизнь это жизнь. Я понимаю, что я себя отказывать ни в чем не могу. Если я себе на что-то отказываю, я этим еще больше хочу. Поэтому я решила, знаете, как, я не веган, но, короче, в 80% случаев я скорее, ну, вегетарианка-веганка. О, господи, у меня это слово. Короче, вы поняли. I'm vegan vegetarian, I know. Yeah, I know. И последнее, обещаю последнее. Я хотела такой прикор рассказать. Ну, когда я стала веганом, я тогда общалась со своей одной хорошей знакомой. Мы были на тот момент с лучшими подружками. Сейчас мы просто, как бы, общаемся. У нас пути немножко разошлись. И мы с ним вместе сделали такие татуировки, типа, V тут было написано. Я не знаю, может, кто помнит. Это V for vegan. И потом, когда я перестала быть веганом, он так ржащно... О, я привыкаю, видите? Было так ржащно, но мне в универе все начали подстебывать. Типа, Маш, what about your V, V, V. Там, V for victory, oh, V for virgin. И я такая, ха-ха-ха. Да, да. Ну, мне самой, если честно, было очень смешно. Да, еще хуже. Ну, я больше не веган, но я подумала, ладно, пофиг, пусть будет. Какая разница? Мне, в принципе, татуировки вот чисто эстетически на себе нравятся. Ну, у меня особо там сильных значений нет. Ну, разве что это. Я сделала, может, отдельное видео про татуировки, потому что пары у меня есть в створе, а пары я просто набью. Ну, допустим, вот это просто треугольник. Мне нравятся треугольники. Или вот тут у меня просто звездочка. И не как некоторые говорят, что это звезда Давида, и я, мол, я еврейка. Ну, вот мне просто нравятся звездочки, и я решила звездочку набить. Вот так вот. И я так смотрю, ну, Ви, что. И потом у меня бывший его звали, у него было имя на Нэ. Он что-то смотрит и говорит, такой, о, а здесь если штрих поставить, то будет Нэ. И я такая, ну, ты что, правда? Ну, давай сделаем. Вот в моменте как-то. И я переделала В, у меня вот тут была на Нэ. И потом я расстаюсь со своим бывшим. И мне кто-то спрашивает, что такое Нэ? И я такая, у тебя есть время. Это очень интересная и долгая история. Потом я начала думать, что мне делать с этой Н. Потому что вот Н, она меня реально бесит. У меня разорвалась камера, но я хотела быстро рассказать историю. В общем, long story short, я не знала. Если бы из этой Н было делать М, тогда бы это было неровно. Потому что Н же, она вот так идет, и есть тут поставить. Эта-то наклонена была от той Ви, что была. Короче, да, получилось бы неровно. И мы стояли, стояли, думали. Тату артист говорит. Ну, как бы, или просто, знаешь, как квадрат замазать его. Ну, как квадрат Малевича. И я такая, да? Ну, давай. И, в общем, мы замазали вот эту, сделали квадрат. Который мне на самом деле очень даже нравится. Почему нет? Лучше, чем Ви или Эн. Знаете, ошибки прошлого. Я их просто так замазала. И добавила здесь треугольник. Потому что, как я уже сказала, мне нравятся треугольники. И это у меня такая геометрическая рука выходит. Так что совет жизненный от Маши. Прежде чем будете татуировки делать с именами кого-то или с каким-то значением в виде букв или надписей, подумайте, не дважды, а вообще лучше трижды. А еще лучше четыре раза подумайте. Да. А сейчас я полетела на работу и сделаю апдейт после. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я уже вернусь домой с работы, я наладила там свой компьютер, поработала там два часа, вернулась домой, решила из дома поработать. Вот, ну, было очень прикольно видеть всех в офисе, я такая загорелась, ушла, всем рассказала про свой отпуск, сделала компьютер и ушла. Сказала себе обед, где-то через час я закончу работать, сделала перерыв, минут на 45, почитаю, может, книгу, и приступлю к тезису. В общем, тут такие вегетарианские суши, пипец, они большие, они просто огромные. Это такая вегетарианская коробка, ланчбокс. Я же рабочий человек, значит, это ланчбокс для меня. И такие, как роллы, типа Калифорнии, там, сальмоном, авокадо и этой икрой красной. У них не такая вкусная икра, конечно, как у нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, значит, я уже начиталась книжки. Как я уже сказала, со вчера я начала делать свой тезис. Тема моей диссертации — отношение русских покупателей к немецким уходовым брендам. И то, как влияет, ну, сделано в Германии, вот это вот знак, это называется такой концепт, country of origin. И, да, я буду анализировать, насколько вот людям важно, где сделана их косметика. Здесь у них такая ассоциация, что так как это немецкий бренд, то качество будет лучше. Вау! Я знаю, звучит очень сложно, на самом деле, все там проще, просто настолько надо это все сформулировать хорошо. В общем, впереди очень много работы, но пока я фокусируюсь на теоретической части. 1 августа у меня в планах закончить теоретическую часть и уже иметь вопросы на руках, которые я сама разработала, и отправить от всем моему профессору, чтобы он одобрил. И тогда я смогу уже набить опрос и пустить ссылку онлайн. Я надеюсь, вы мне поможете, да? Я сейчас думаю, где ли это 150 людей, которые мне ответят на мои вопросы? Думаю, ужасно, ну вот где-где-где их искать? И такая, о! У меня же ютуб-канал есть! Мне, на самом деле, очень рад, что я обратно погрузилась в учебу. Работать — это, конечно, классно, но, если честно, мне и то, и то нравится. Иногда смена обстановки — это вообще неплохо. В общем, всё. Ни пух у меня ни пера. Вот тут у меня такое приложение, где я смотрю книги. У нас оно от Универа на 24 часа, их можно бесплатно скачать. И вот мой тезис. Сейчас я вам покажу всё. Вот я вчера всё это сделала. И вот тут остановилась. До 1 августа я должна уже вот это всё тоже закончить. Это как заголовки, и я их пока просто не заполнила. Тут у меня другая статья, тут книга, тут все мои записи и так далее. В общем, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера я так хорошо позанималась и продуктивно, что забыла записать концовку, поэтому делаю это сейчас. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо огромное за лайки и комментарии. Хорошего вам дня и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok